Привет, друзья! Сосед открывал дверь своей машины и поцарапал вашу машину. Давайте разберем эту ситуацию. Первый вопрос, является ли это ДТП? ДТП признается только событие, произошедшее в процессе движения транспортного средства. В нашем случае автомобили стояли на месте. Значит, это не ДТП. Если виновник уедет с этой парковки за оставление места ДТП, его не накажут, потому что это не ДТП. Второе, должна ли страховая компания платить в этом случае? Даже если у всех участников есть действующий полис ОСАГО, страховая компания имеет право отказать в выплатах. Но виновник все равно должен будет возместить вред по Гражданскому кодексу РФ. Третье, что делать, если произошел такой случай? Если не удалось с виновником договориться на месте и получить от него деньги в качестве компенсации, то надо принять следующие меры. Первое, снять произошедшее на видео и сделать фотографии. Переписать данные свидетели... Ну, у фото и видеозаписи есть один огромный недостаток. Да, на них можно зафиксировать повреждения, но что именно произошло, кто виноват, кто двигался, кто стоял на месте, на записи не видно. И это невозможно там отразить. А если свидетели у вас были, то они могут вообще забыть, что же там произошло в этот день. Или их потом просто не удастся найти. Я рекомендую в любой подобной ситуации, когда автомобиль поврежден, заполнять извещение о ДТП. Обычно его прикладывают к полюсу вашей страховой компании, которая вам выдается. Либо вы его можете скачать в нашей группе Телеграм. Вам на этом этапе не надо разбираться, ДТП это или нет, страховой это случай или не страховой. Будете разбираться потом. Если случай страховой, то без извещения о ДТП выплаты все равно невозможно получить. Его в любом случае придется предоставлять страховщикам. Для чего это надо? Если случай признают страховым, вы получите выплаты по этому извещению. Если не признают, то извещение будет доказательством судье, что был такой инцидент. На лицевой стороне заполняем все графы, ставим подписи двух сторон. На обратной, извините, на оборотной стороне описываем все обстоятельства. Если виновник готов все возместить, он тут же на оборотной стороне пишет расписку. То есть вину в произошедшем признаю, обязуюсь возместить. Ставим дату и две подписи. После этого извещение превращается в полноценный юридический документ. Главное, чтобы обе стороны не забыли поставить на нем подпись и дату. Возможен и другой вариант. Виновник отказывается от всего, говорит, мол, ничего не знаю, платить не буду, денег нет и вообще, что вы со мной сделаете? Тогда можно вызвать полицию. За умышленную порчу имуществу, если нет значительного ущерба, предусмотрена административная ответственность. Умысел, правда, придется доказать и не факт, что у вас это получится. Виновник может сослаться на то, что повредил машину по неосторожности, а не специально. Но в любом случае сотрудник полиции зафиксирует произошедшее и должен взять объяснение со всех сторон. Если коротко, самое важное, это написать письменное заявление и получить уведомление у сотрудника полиции. Даже в том случае, если полицейские не найдут оснований, чтобы прилечь виновного к административной ответственности, документы и ответ на заявление все равно будут считаться доказательствами в суде. Если вы в дальнейшем, конечно, решите посудиться. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также подписывайтесь на нашу группу в Телеграм.